Всем приветик, ребят. Доброе утро. У нас 10 часов утра. Я уже приготовила завтрак и обед. Как я вчера и говорила, сегодня мы с Левой идем на прогулку. Естественно, нас не будет целый день. Приедем только вечером. Рисовую молочную кашку сварила. Мы сейчас будем уже собираться. Вообще-то должны были в 10 часов уже выйти. Но уже 10-10 и мы еще не готовы. Туда, куда мы хотим поехать. Дорога 2 часа. Каша уже сварилась. Так, ну что? Взяли перекусить, потому что мы не завтракали. Кофе. И булочки всякие разные. Нам 2 часа ехать. Сейчас мы запишем. Нужно внести название, куда мы поедем. Адрес. Время 11. Собирались мы в 10. Нам кажется, что там снег сейчас будет, куда мы едем. Потому что нам нужно подниматься туда в горы. А там снежные горы еще. Мы что-то даже так налегке, легко оделись. Надеюсь, не сильно холодно там будет. Мы приехали. Сейчас припаркуемся. Припаркуемся. И нас ждет... Направляйтесь на северо-запад. На северо-запад. Верните налево. Все, мы уже приехали. Говорит она мне тут. И потом мы поедем наверх. Так, ну что, у нас хорошая новость. Мы должны идти пешком. Потому что подъемник не работает. Но до озера можно пешком дойти. Где-то час. Вон там даже люди идут. Спускаются уже. В общем, нам просто жалко домой возвращаться 2 часа в дороге. Все, устал. Мы же прошли-то и 5 минут не прошло. Зато какая природа красивая. Это только начало. Там снежные горы. Так что нам идти в гору целый час. Потом еще и спускаться. Но спускаться не тяжело. Зато красота. Просто мне было бы жалко сейчас домой возвращаться. 2 часа ехали. А тут, оказывается, подъемник с 14 мая работает почему-то. Поэтому пойдем пешком, чтобы посмотреть на это озеро. Мы теперь сейчас пройдем через лесок. Уже задыхаемся. Мы идем по желтой метке на деревьях. Наш путь. Чтоб не заблудиться. Птички поют. Вот такая вот желтая метка. Мы должны по ней идти. И мы не взяли с собой воды. Но сюда взяли сэндвич. Воды никакой. И не имеем в воду. Попробуем бургейс. Я надеюсь, там будет водичка. Мы уже прошли почти один километр. Какая красота. Лепота. Красота. Мы решили срезать путь. Вообще, дорога идет здесь. Но тут есть покороче. И побыстрее. И тут снег лежит даже еще. Так что мы путь срежем. С наклоном в гору. Еле плетется. Представляете, сколько мы идем? Вон оттуда, снизу. С самого. Мне кажется, что озеро вон там, внизу прям. Вот это, конечно, не ожидали. Оно замерзшее, ребята. Озеро замерзшее. Блин. Оно замерзшее еще. Такой путь проделали. Ну ладно, все равно красиво. Но жалко. Хотела прям... Оно очень красивое, когда... Когда зарастается. Когда не покрыто льдом. Оно очень красиво. У него цвет бирюзовый. Придется еще раз приехать. По озеру, конечно, нельзя по льду ходить. Но мы спустимся вниз. Мы спускаемся вниз. Дойдем хотя бы до льда. Но мы обязательно придем еще сюда летом. Обязательно. Посмотреть на озеро. Не замерзшие. Камушки. Не споткнуться бы тут. Немножко СМР. Как пустить лед. Ну, видите, небольшое озеро. Оно замерзает. Но за туалетом можно купаться. У нас пауза. У нас перекус сейчас будет. Мы с собой же сыны взяли. Так что мы тут присядем на солнышке, погремимся. и будем кушать. Наслаждаться видом. Так, все. Мы уже будем идти обратно. Прохладненько становится. Пока сейчас спустимся. Тоже примерно час. Пока доедем домой 2 часа. В общем, плюс-минус 3-4 часа нам еще. Ребят, мы уже почти спустились. Еще чуть-чуть. И все. Ветель такой дует. Сильный. У меня батарейка в телефоне уже села. Я на камеру снимаю. Кстати, здесь тоже уже садится. А, в общем, уже 5 часов почти. Пока доедем. 6-7. 7 часов будем дома. Все, поехали. Сколько мы сегодня прошли? 3 часа 20 минут. 7 километров. 7 с половиной. По-моему, даже немножко жили лицо. Лоб. Лоб сгорел, по-моему, даже. Я кремом не навазалась. Не забыла. Заехали на заправку мороженое купить. 320 калорий. Что за мороженое? Вот такая вот вилка-ложка. Будем кушать вилкой или ложкой. Кому как удобно. Всем привет еще раз. Ребят, снимаем уже влог на следующий день. Приехали домой, так устали. Сил не было вообще закончить влог. Поэтому будет он у нас состоять из двух дней. Девчонки собираются на улицу. Это что вы делаете? Я что буду делать? У меня очень много дел. Что? У меня целых три стирки. Потом нужно готовить кушать. Нужно немножко прибраться. Ну, в общем, как всегда. Чем я еще могу заниматься дома? Лицо у меня немножко загорело вчера. Лоб сгорел. Нос сгорел. Было очень сильно красное лицо. Мы, конечно, не рассчитывали на то, что пойдем пешком. Поэтому не брали с собой ни кепок, ни крема от солнца, ничего. И вчера очень сильно сгорели. Сегодня ноги болят, мышцы все болят. Хожу как на раскорячку, как будто я, не знаю, как будто я целый день в спортзале была. Прогулка вчера очень понравилась. Полезно пешочком походить. Вот. Сегодня все болит. Лео еще сегодня на работу поехал на велосипеде. Не знаю, откуда у него сил столько. Вчера целый день проходить. И сегодня еще на велосипеде на работу поехать. И плюс на работе еще тоже нужно ходить целый день. Все убежали на улицу. Макс с Каролиной на площадку пошли. Филька. Одна стирка у меня уже постиралась. Сразу кидайте одежду, которая грязная. Я сейчас буду стирать цветное и белое. Черное я уже постирала. Купила себе такие цветочки. Ромашки беленькие, желтенькие. Вот эти немножко подзавяли. Закрываю жалюзи. Вот эти немножко подзавяли, потому что вчера их не полили. У нас же вчера не было целый день. Вот. И земля подсохла. Сегодня я их полила. Но тут очень много новых бутончиков. И здесь тоже вон сколько бутонов. Так что еще будут цвести. Надеюсь, долго. Такая вот красота стоит. Развесила белье. Загрузила вторую стирку. Полежу немножко, погреюсь на солнышке. У нас сегодня на ужин. Хочу запечь индейку. Грудку индейки. И отварю брокколи обязательно. Сделаю салатик. И на гарнир у меня рис. Марину я обычно со сливками. В этот раз у меня сливок нет. Поэтому я сейчас засыплю специями. И что? Учуяли, да, запах? Что? Мяу. Так, вот такие вот у меня еще есть специи для мяса. Так, наверное, я майонезик сюда добавлю. Чтоб не было сухо. Что-то у нас все заканчивается. Опять нужно в магазин ехать. Ой, Филька, все. Все у нас заканчивается. Продукты заканчиваются. Сейчас это все размажу. И все, в духовочку. Что деремся? Бонь. Потягушки, потягушки. Что деремся? Я никому ничего не даю. Дерутся они тут. Так, брокколи сейчас нарежем. И сварим. Слышалась, видите, она уже начинает свистеть. Нужно быстренько съесть. Иначе все будет желтое и невкусное. Я вот так вот немножко срезаю. Покороче делаю. Цветочки желтые появляются. Ты не ешь брокколи, зачем тебе это? Кстати, раньше она кушала. Когда была маленькая, она кушала брокколи. Сейчас нет. Как она уже поджарилась, а? С курочкой. Брокколи варится очень быстро. Буквально там минуточек пять, наверное, покипят. Я не люблю, когда они прям слишком мягкие. Мне нравится, когда хрустят. Такс. Девочки и мальчики. Нарежем мы салатику. Пусть здорово. Расти большой. Ну и не будь лапшой. Еще? Давай еще. Ой, да что такое? Смотрите, что я себе тут сохраняю, не выкидываю. Вот такие вот ванночки из-под консервы, потому что они мне нужны будут для выпекания пасочек. Либо я в них буду выпекать, либо я по форме сделаю из фольги. В общем, посмотрим, не знаю. Эти вот края нужно загнуть, иначе паска не вылезет оттуда. Ладно, посмотрим, я еще подумаю. Ну вот, раньше так делали. Моя бабушка раньше так пекала пасочки. Именно вот в этих вот, из-под консервы. Мне еще в салат нравится добавлять кукурузку и вот такую вот рыбку. Также у меня помидорчик, огурец и салат. Я чуть-чуть добавляю, буквально там несколько ложечек. Вот так вот, раз, два, три. Тунец. Обычно, ой, обычно я беру в собственном соку, но не было в этот раз, поэтому взяла с маслом в масле. Так, ну эту баночку я всю поваливаю. И все, теперь нарезаем помидорку, огурчик. Заправляем чем хотите, кто маслом хочет, кто майонезом. Так, шкурку от огурца я всегда срезаю. В принципе, он уже и в таком виде вкусный. Бонни, фу, можно добавить еще и салат. Я чуть-чуть добавлю. Бонни! Вот так, несколько веточек. Заправлять я буду вот таким французским, французским соусом, специально для салата. Так, вот такая вот индюшечка получилась. Так, ну, наверное, сначала нужно проверить. Да, готово. Идеально. Папа наш на этот недель работает с обеда до 11. Куда это мы лезем, а? Да? Ты думаешь, достанешь? Он же жирный. Не с маслом. Это нельзя, это со специями, с майонезом. Нет, такое нет. Нет, это не можно. Нет, это не можно. Почему? А это не можно. Их не можно, это... Так, нужно сразу убрать в духовку, иначе кот залезет и садится. Да. Так, все, садимся кушать. Давай, иди. Макс, давай. Ксюша пришла, Маргоша наладится. Кушать не хочет. Садимся давайте. Каролина, садись. Почему ты не будешь кушать? Я уже кушала. Ты тоже кушал. Давай, иди. Гуляй, Вася. Вася. Так, накладывай. Гуляй, Вася. Васюля. Васюля. Почему? Желтый, потому что я специи туда добавила, когда я варила. Куриный кубик я туда бросила. Кусочек. Брокколи. Синько. Такое летнее, яркое, красочное, зелененькое. Бонька. По тарелочкам разложила, и каждый себе накладывает сколько хочет. Да? А то если я накладываю, кто-то кому-то мало, кто-то кому-то много, кто-то недоедает. Кто-то еще хочет потом. Сами себе. Бабуля тоже себе сама накладывает. Ну так, кто тут у меня валяется на столе? А? Растянулся на весь стол. Мой сладкий мальчик такой. Такой мальчик сладкий. Не знаю, сбиваться. Эй. Мальчик сладкий. Ты сладкий мальчик? А почему на свой компьютер так быстро садится? Любимое занятие Ксюше. Разбирать клавиатуру. А потом собирать. Мама, он огромный вашего делает 20 кг. Почему на компьютере батарейка быстро садится? Ну потому что уже сколько лет ему? Ему уже... Сейчас тебе скажу. Нет, больше. Еще там, когда мы жили. В другом городе, да, где-то 4-5. Они же не вечные. Батарея-ка-то не вечная. Потом совсем будешь работать на нем. Только с этим, с каблем. Без кабля не будет работать. Вот туда вот. Спать он хочет. Спать. Чтобы его все видели. Чтобы все видели, как он спит. Жрите, какая у него тут шкурка. Вот эта шкурка. Хе-хе-хе. Мишка. Мишка косолапый. А куда ты их относишь? Туда. Зачем? Вверху ставлю просто. Вот так вот. Первая. А как ты запоминаешь? Ты уже помнишь? Фотку сделала. А, фотку сделала. Есть люди, они уже помнят. Ты столько раз уже разобрала. Тебе нужно уже запомнить, где кто стоит. Встанавливай тёжно и делай за вторую. Спать. Давайте идите. Пожалуйста. А-а-а. Чего? Каролина. Чего, Каролина? Фуку. Какой фильм смотрим? 47 метров под водой. 47 метров под водой? Да. Это очень важно. Это страшилки? 16 плюс, между прочим. Это про акулу? Ну да, там должна быть акула. По-моему, я видела этот фильм. Знакомое название. Вот. Ладно, будем смотреть фильм. На сегодня всё. Спокойной ночи. Пока. Пока. Спасибо.